К сожалению, многие мероприятия, которые мы планировали на этот день, не состоялись и они перенесены по мере ослабления режима самоизоляции на более поздний период. 22 июня мы хотим открыть третий зал галереи славы городов-героев. Надеемся, что наша эстафета победы пройдет по улицам города где-то к сентябрю, может быть, даже совместим со Всероссийским днем бегуна. К сожалению, не прошла и акция «Бессмертный полк». Она прошла в ином формате. Тем не менее, все мероприятия, которые связаны с заданием почести, тем людям, которые воевали за свободу и независимость нашей страны, были отданы. Состоялось мероприятие 8 мая на Марчиканском кладбище и на Аллее славы. Публично был открыт памятник летчикам Алсиба. Об этом было достаточно много информации в СМИ. Среди магаданцев вызвало очень добрые отклики акция «Фронтовые бригады». Я был из 8 ветеранов Великой Отечественной войны, которые сегодня в Магадане, у 6. Действительно, это был праздник со слезами на глазах, потому что, несмотря на вот этот формат, двор, окна, балконы, портреты, духовой оркестр, ветеран войны, который приветствует нас в этот день, Наверное, это было еще более трогательно, чем даже те события, которые происходили раньше. Кстати говоря, если посмотреть на посещаемость в последние годы ветеранами войны наших мероприятий, приходил в тот раз уже 9 мая на 74-й Сидорин, уже он умер в этом году, он на колясочке приезжал. В этом году мы смогли проехать всех и отчествовать каждого, даже тот, кто в последнее время уже не мог в силу физических ограничений участвовать в нашем мероприятии. Поэтому оно получилось хорошим, теплым, все подарки получили, внимание, компенсации, выплаты и федеральные, и региональные, эти все вопросы были, конечно, отмечены. Отдельно хочу сказать об участии горожан в различных акциях всероссийских, городских, посвященных 75-летию Победы. В онлайн-режиме проведены учреждениями культуры акции «Окна Победы», «Бессмертный полк», «Наследники Победы», «Поздравь ветерана» и многие другие. Сегодня детские сады посещают почти 1700 детей. Мы сегодня-завтра открываем еще 13-й детский сад и дошкольное отделение начальной школы детский сад номер 9, это в поселке Снежный. Более, наверное, мы открывать уже детских садов не будем, потому что на лето мы сворачиваем сеть. Но эти детские сады обеспечат прием примерно 2500 детей, это 50% того контингента, который у нас постоянно посещает детский сад. Уже совершенно понятно, что СОК Снежный пробудет, скорее всего, лето, все в условиях обсерватора. Министерство здравоохранения закрывать обсерватор не будет, следовательно, мы должны действовать по-другому. Я предложил вчера на совещании при губернаторе максимально использовать возможности энергетика и артека. Если мы раньше проводили три смены по 21 дню, то сейчас вполне можно провести четыре смены по 21 дню, и тем самым мы выйдем на тот самый охват, который у нас был и в предыдущие годы. Уходить на 14-дневный, это действительно минимальная норма для оздоровления детей. Я считаю, что в этом нет никакой нужды, это мало на самом деле, две недели, три недели это нормальный период. Вообще раньше было 24, когда-то было даже 36, сейчас сделали 21, но 14 это уже совсем мало для того, чтобы поймать тот самый оздоравливающий эффект, который преследует любая летняя оздоровительная компания. Мы знаем, что перед началом сезона смены мы замеряем рост, вес, объем легких, силу рук, и за время пребывания в лагере выстраивается программа таким образом, чтобы все эти показатели имели все-таки какой-то рост. Тогда в этом будет смысл. Что касается летних площадок, мы получили все санэпидзаключения, остается только вопрос открытым, когда закончится школа, чтобы начать летнюю оздоровительную компанию. Мы обсуждали здесь вопрос идеи нашего Министерства образования по дистанционному летнему отдыху, мы его не поддерживаем, тут не надо этим заниматься. Если мы хотим просто дать помощь в виде пайка, то просто нужно отдать материальную помощь в виде сухого пайка, но не называть это летней оздоровительной компанией, потому что летняя оздоровительная компания, она все-таки преследует и учебно-воспитательную цель, там тоже есть программа, чем заниматься, как заниматься и с каким режимом. Финансовые средства в этом году, с учетом всех источников финансирования, это особая зона, федеральный бюджет, местный бюджет, будут даже несколько больше, чем это было в прошлом году. Поэтому никакие кризисы, я думаю, что нас не остановят, и подрядчиков уже по большинству объектов нашли, и в ближайшее время работы у нас начнутся. Тот, кто ездит в аэропорт, вы помните, у нас были эмоции некоторых граждан в социальных сетях, куда делась беседка любви, это родник любви, когда мы едем в морпорт. Кстати говоря, этот родник, он посвящен, был юбилею главного врача детской инфекционной больницы, заслуженного врача Российской Федерации, Любовь Артемьевна Гордеева. Это ей дарили дети, и в память о том колоссальном труде на благо детского, прежде всего, здравоохранения в городе Магадан и внесла Любовь Артемьевна Гордеева. Значит, мы сейчас ведем там активную работу, и думаю, что этот год, как никогда, наверное, в теме того, чем занималась Любовь Артемьевна. И увековечить память в таком объекте, когда мы говорим о врачах, о их труде, о подвиге, который они совершают каждый день, это, наверное, будет очень знаково. Мы начнем в городе проводить месячник чистоты в режиме дистанционном, масочный режим. Кстати говоря, мы когда убирали на улицах города, это пыль и прочее, мы все равно были в масках, поэтому здесь ничего нового нет. Мы закупили уже необходимое количество мешков, талонов на полигон, перчаток Казахада, купила достаточное количество. Все это будет организовано с тем, чтобы помогли, потому что даже с Магаданской площади мне там писали, какой хороший салют, а как здесь грязно, неухоженно. Там действительно есть проблемы на Магаданской площади, потому что подключали новое здание Мегамага осенью, и это неблагоустроенная площадка, она должна будет в ближайшее время заасфальтирована, у нас там мероприятия на день города все-таки будут, сделаем. Поэтому все замечания, то там бумажка лежит, бутылка и прочее, это все принимается. В КЗХ сегодня на ручном труде работает 51 человек, это крайне мало, поэтому для того, чтобы город привести в порядок, нужно, конечно, всем вместе в этом процессе участвовать. Подписаны соглашения, и сегодня уже поступили денежные средства автоперевозчикам. Эти деньги направлены и на выплату налоговых обязательств, на оплату долгов по горюче-смазочным материалам. И в связи с тем, что ситуация выравнивается, благодаря этой финансовой помощи, она немаленькая, в общей сумме порядка 11 миллионов рублей. Количество подвижного состава будет увеличено на 10-12 единиц, таким образом мы, в принципе, выходим на летнее расписание, и того напряга, который сейчас, я думаю, не будет. Все успеют все получить. И не надо всем приходить в один день, мы сейчас расписали. Почему в седьмой школе была эта картинка? Потому что 225 семей именно в этой школе сосредоточены. Все решили прийти в одно время и получить в одно время. Сейчас мы разбиваем это на 4, 5 или 6 дней. Директор школы расписывает, в какое время должен подойти тот или иной человек за получение своей помощи сухих пайков. Они громоздкие, потому что в том месяце получилось на каждого ребенка 20 килограмм. Это если трое детей, а там многодетные, получают 60 килограмм, нужно унести это, нужно иметь либо автомобиль, либо какую-то коляску, либо какие-то помощники. Поэтому мы учли ситуацию, которая была в том месяце. Сейчас мы рассредоточим по дням и рассредоточим по времени, с тем, чтобы соблюдать социальную дистанцию и не подвергать жизни, здоровье людей, какой бы то ни было опасности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова